Добрый человек из доброго сокровища своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он снова был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, строящим дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, 7 глава. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. И у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейский старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздорове слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит. И слуге моему сделать то и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие же остановились. И он сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн призвал двоих из учеников своих послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится мне». По отшествию же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне, «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблю мою? Что же смотреть ходили вы? Человек или одетый в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? «Пророка ли?» «Да, говорю вам, и больше пророка. Сеясь, о котором написано, «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка, больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше сего. И весь народ, слушавший его, и мы-то ли воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновы. А фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны?» «Они подобны детям, которые сидят на улице, клещат друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. В виде этого, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, то простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому боли я простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину?» «Я пришел в дом твой, и ты воды мне ни на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». «Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Благодарим тебя, Христе Боже наш!» Новые души да найдутся Господом, да обратятся на путь света, любви и истины Твоей, Господи. Вот сколько людей мелькают, сами проходят. Никто не останавливается. Людям это не надо. Живой Бог приглашает нас услышать слово истины, Евангелие. И мало кто слышит это. Почитай Евангелие. Подойди, пожалуйста, брат. Так, слава тебе, Господи, слава тебе. Вы хотели что-то спросить? О, ну, пообщаться. Поговори. Ну, только без руганий, чтобы было. Ни в коем случае. Я этого не уважаю. Пожалуйста, можете спросить или что-то. Потому что мы, православные христиане, пришли в это ущелье тьмы и мрака возвестить людям о любви Божией, что Христос умер за нас. Тут процентов 50 мужиков голых валяется, никому не нужные. Это где валяются голые? Вот в этой чат-рулетке. А, ну да, нет. Но здесь есть такая плохая у людей проблема, понимаете? Да никакая не проблема. Грех. Не веря в Бога. Не веря в будущую жизнь. А вот теперь вопрос. Можно вам задать? Можно. Давайте, коль мы с вами общаемся, представиться. Я могу вам. Меня зовут Артур. Как зовут вас? Я вам скажу, вы забудете. Вы запишите, я скажу. Потому что у нас большие ресурсы, и вы нас найдете в Ютубе. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Нет, нет. Мне просто нужно ваше имя. Игнатий. Очень приятно, Игнатий. Меня зовут Артур. Вот. Если вы зайдете Игнатий Лапкин в «Во свете Библии», у нас там 14700 роликов. Игнатий, вот послушайте, я не хочу заходить в Ютуб на ваши ролики. Я хочу пообщаться с вами. Молодчую. Так мы-то ролики не какие-то о нашей жизни. Как строим православную деревню, как я начальник детского лагеря, как мы молимся. Все. Это ролики наши, о нашей жизни. Хорошо, Игнатий. Я очень рад. Я хочу прям просто сейчас с вами пообщаться. Именно просто с вами, как с человеком с вами, а не о вашей общине, в которой вы живете, православной. Ну, обо мне там книга написана, 724... Я не хочу читать книгу в Ютубе, я хочу с вами пообщаться. Да, пожалуйста. Ну, там фотографии 22 тысячи. Ну, общаться-то мало. А если вы по скайпу... Игнатий, вот вы интересный человек. Я хочу с вами, как с человеком, поговорить с глазу на глаз, а вы меня отсылаете? Нет, нет. На фотографии, на видео, на ролики. Зачем мне это? Зато, когда мы расстанемся, тут долго ты не наговоришь. А там вы подробно увидите. Я могу что угодно наговорить тут. Люди так думают. А там конкретно. Вот я с мэром города, вот я в университетах веду занятия. Вы увидите фильм о нас государственные, который первое место на международном киноконкурсе сняли. Это не игрушка какая-то. А я что могу сказать? Звать меня столько-то, 80 лет, 5 тюрем за плечами, за слово Божие. Меня 26 лет мучили только. Вы были, Игнатий, вы были политическим? Конечно, 190 прим. Блин, понятно. Я только освободили по указу Президиума Верховного Совета 25 марта 87-го года. А реабилитация пришла... А реабилитация пришла только в 92-м году. Понятно. Но это была первая охотка политическая в 87-м году? Да не первая. Последняя. А последняя уже? Ну ясненько. Так вы у нас... И там в книгах, там фотографии. Я иду арестованный в зал суда. И полностью суд записали, отосали во Францию, там напечатано было. Там все дословно, что прокурор говорит, что я говорю. Я почему... Я не просто... Отсылаю. А чтобы о себе подробнее могли узнать. Увидели мои... Увидели мои 38 книг, которые вышли. И мы от Владивостока до Лиссабона дошли. Я подарил 650 библиотек своей книги. Мне знаете, что интересно очень, Игнатий? Я буду с вами на «вы» называть Игнатий. Это нормально считается, правильно? Вы меня слышите, Игнатий? Я хорошо слушаю, говорите. Вот смотрите, я очень часто в вашем разговоре со мной слышу, вы говорите «я», «я», «я». Очень много у вас... Так вы обо мне спрашиваете, о ком я буду говорить-то, не о братья. Вы обо мне спрашиваете-то. Когда я вас слушал, когда я вас слушал, я вас не перебивал, я вас внимательно выслушал. И мне показалось, вы очень часто говорите «я». Допустим, для меня это неприемлемо. Я, 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 я такой, я такой, я туда много... Это не кажется. Я это последний букв в алфавите. Она первая, первая, аз по-славянски, а, первая, аз. А я это... Безбожьики сделали ее. Аз, это не я. Аз, это... Это я и есть. Нет, не я, говорит. Вы обо мне спросили, я вам сказал. Что вы боитесь-то? Вам показать нечего, только поэтому. А мне, вы обо мне спрашиваете, я и говорю. Мы сделали то, что нельзя сделать человеку. Это Бог делает. Это Бог. Я не спорю, я с вами не спорю. Я очень рад, что вы такой энергичный человек, который занимаетесь хорошими делами. Ну, вы обо мне хотите. Мне 80 лет. О ком я буду говорить? Мне. Местоимение мне, это я. Я в возрасте 80 лет. Что вы испугались-то? Я. Я говорю, что... Я, 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 я. Почему? Я сидел в тюрьмах. Да найдите политических заключенных, живых таких. А теперь, вот я живу где в доме, два дома. Мэр города приехал, в суд решился. Они мне дожили были 11 миллиардов за уничтожение самой крупной в мире фанатеки. О ком я буду говорить-то? Вы со мной признакомитесь. Я и говорю, не боюсь этого. А это Бог позволил. Привет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Великая милость Твоя. Благослови этих детей. Господи, соверши избрание. Саделай из них проповедников Слово Божие. Слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Великие и щедрые дары Твои, Господи. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за милость и любовь, которую Ты оказываешь человеку. Сохрани этих юношей, Господи. Не дай им погибнуть в этом страшном месте тьмы и мрака. Прелюбодеяние и табакокурение. Избави, Господи, и помилуй. Ну, на непонятно, что у Вас там. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благослови детей, Господи. Откроем истину Твою. Хвала тебе, наш Господь. Вот сколько людей, как ветром сдувает. На одну секунду люди появляются и исчезают. А боятся сами себя прячутся. Но на суде Божьем Господь вытащит всех. Полголовы, главное, видишь, и это сколько таких. И все этому научились друг от друга. Алименшики. А жен прячутся разве? Почему прямо-то не сесть, не показать себя? Вот нашли там, где-то можно скрыться. И уже пользуются моментом. Ники, аватары придумали. Ложь. Есть фамилия, есть имя. Открыто встал и сказал. Вот боятся, что чат закроют, придется платить 300 рублей. Причина определенная, я ее знаю. Господь зовет к покаянию людей, чтобы верили в Иисуса Христа, Спасителя Своего. А раз не верят, значит, и живут так, как есть. Говорят, а что по природе знают, как бессловесные животные, тем расслевают себя. Помешались на этом блуде. Здоровые мужики, здоровые. В открытую анонизмом занимаются, с женщинами совокупляются. Жизни-то никакой нету. Одно скотство. И нигде больше нет такого. Только в этом чате рулетки. А кто ее составил? Даже не знает. 17-летний двоечник. Андрей Терновский. Он, значит, называется чат. А-Т. Ч-е-е-а-т-а. Андрей Терновский. А они, думаю, чат какой-то. Ну, хоть маленько-то старались бы узнать. По правилам, что человек должен показывать себя целиком. Правила все нарушаются. Почти 100%. А зачем? Сошли для блуда. Больше ничего. Прелюбодеяние, разврат. Как Содом и Гаморра какая-то. Так только и пустышность божественная. А мы считаем Слово Божие, Евангелие. Людям рассказываем о Боге. Дивны дела Твои, Господи. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Милости Твоей, Господи, полна земля. Прославь имя Твое, Святое, через нас грешных. Мы пришли в это место тьмы, чтобы людям возвестить о любви Божией. Нет, да там... У вас есть какие-то вопросы? Только без ругани можете? Без ругани. Без матерков, чтобы... Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Милости Твоей, полна земля. Ты, Господи, отдал Сына Своего, единородного Иисуса Христа, Который умер за грехи людей. И зовет к покаянию всех. А это место, где мы сейчас спустились, ущелье тьмы и мрака. Здесь пришли для прелюбодеяния и блуда. Здоровые. Половина мужиков голые валяются. Самая бесстыдная система здесь. Содом и Гаморра. Вот так. Если человек бы желал душу спасти, верил в Бога, он бы так себя не вел. Было бы все естественно. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Хвала Тебя, наш Иисус. Благодарим Тебя, Христе Божий наш. Дивны дела Твои, Господи. Слава Тебе. И человек, который посмотрит после нас, он увидит, как людьми мелькает. Для чего вот эта рулетка сделана? Жизнь с дьяволом проигранная. Вот так. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. На Тебя уповая душа моя, Господи. И все едят, все пьют, как не посмотришь. То ли похвалиться хотят, что едят, то ли что, что сегодня не голодные лягут спать. А есть еще духовная пища. Духовная пища, тут и не слышали, и не знают, что это такое. Господь, Бог говорит, встань спящий, воскресни из мертвых и освети Тебя, Христос. Что спрятались-то, грешницы, вылазьте оттуда. Поговорим о Боге, о душе. Это судят о Божьем, все вытащатся. Гробы откроются, не только это. Попрятались-то, вот так, молодцы. Во славу Божию. Господь призывает всех к любовью Своей, чтобы поверили, что Иисус умер за грехи людей и зовет к покаянию всех. Чтоб жили не одним днем. Знали, что будет суд Божий. И когда восстанут все мертвецы, и будет суд последний и страшный, так говорит нам Библия святая. Верующие в Сына Божия Иисуса Христа имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот такая книга. Вы, наверное, ее имеете дома? Называется «Святая Библия». Вам видно, нет? Так, у вас какие вопросы есть, может? Можете задать. Я человека потерял вот сегодня. Андрей зовут. Ну что потеряли? Стоит ли его искать? Может, он и не нужен совсем? Нужен еще. Да как знать-то нужен-то? Если бы вы молились для Бога, тогда бы было все естественно. Что человек потерялся, мы о нем помолились. А нужен-то он для чего? Для греха. И поэтому без него обойдешься пока. Вы сами знаете, для чего эта рулетка. Тут половина мужиков голая. слава тебе, Христе Божий наш, слава тебе, Христе Божий наш. Хвала тебе. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Слава тебе, Христе Божий наш, слава тебе. Напрасно прячешься грешних. Господь все маски сорвет. И покажется внутренняя жизнь человека. Не надо это надевать, лещины. Живи для Бога. Господь тебе знак даст, чтобы ты был хорошим человеком. Сходил в церковь, служил для Бога, слушался родителей. Это жизнь во Христе. С Богом жить легко. Вот так. Надо ходить в Храм Божий, молиться. А в Храме, там закон Божий, может быть, изучают. Даже дети маленькие, и то убегают. Неужто так. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Дивны дела твои, Господи. Мы прославляем Твое могущество, Христе Божий наш. Аллилуйя. Кроме Бога, истинного и единого нет другого. Господь наш Иисус Христос, Он послал нас туда быть свидетелями, помочь людям выбраться из этого тенистого болота. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Хвала нашему Иисусу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Господь возвещает истину. И мы молимся, чтобы Господь послал добрых вестников, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все узнали о любви Божией, что Иисус умер за грехи людей и прощает грехи, чтобы люди жили по заповеди Божьей. Аллилуйя. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Когда-то не будет этой рулетки, хотя бы увидели, чем занимаются люди, с какой скоростью меняются кадры. Говоришь о Боге, а люди не нуждаются этим, потому что пришли сюда для блуда. Раздетые мужчины открыто творят грех, прелюбодеяние. Это люди не думают умирать. На суде Божьем ни один пьяница, ни один прелюбодеев в старство Божие не войдет, но он будет брошен в озеро огненное вместе с дьяволом, где будет плащ и скрежет зубов во веки вечные. Вот что ждет. А когда человек с Богом, ему легко он не прячется открыто, благодарит Бога, ходит в храм, слушается родителей, у него и наследство такое же будет подстать ему. Дети послушные. Такие люди, верующие, они считают священную книгу Библии. Вот она, Библия. Что Христос умер за нас на кресте. У вас вопросы какие есть? Пожалуй, нет. Ну, пожалуй, надо было. Только сказал, пожалуй, сразу исчез. Подойди, Господи, к душам этих людей. Открой истину им Твою святую. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава. Аллилуйя. У вас какие вопросы, может, есть? А какие? Насчет чего? На спасение души, для прославления Бога. Да я давно не был в церкви. Ну, что ж не был. Я верующий, но давно не был. Ну, завтра воскресенье будет. Да. Ну, надо в храм идти. Надо в храм идти. В храме там пение ангелов слышится, там хор поет. Там от батюшки благословение получите. Ага. Ну, да. Там радость. Вы на иконы посмотрите, увидите святых. Как люди подвязались, как они стали святыми. Церковь – это мать. Мать верующим. Богу слава васю. У вас, если есть желание ближе узнать о нас, есть у нас канал, называется «Восвете Библии». Канал. А канал на Ютубе? Да, на Ютубе. Там 14 400 роликов. Ого. Вот так. «Восвете Библии» называется. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И вы там найдете все. Там море информации. А если «Восвете Библии» и напишите сайт, то зайдете на наш сайт. Там много-много чего есть. Там ответы, которые даю в университете. 4 124 ответа. Там море буквально информации. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Хотел узнать. Вот сейчас же пост идет, да? Да, уже неделя кончается первая. Еще шесть недель. А я просто никогда не постился. Это вообще как? Ну как, плохо, как плохо. Если человек не постится, он на два года отлучается от церкви. Канон такой. А я просто никогда не постился. Ну и что? Это разве хорошо? Человеческий организм... Так вот, смотрите. У мусульман, у Роза разная. Курбан, Байрам, после кончится пост, они празднуют. У нас Пасха. А без поста нету. Это у буддистов пост. И у язычников у всех. Но христианский пост – это совсем другое. Это молитвенное посещение храма. Это радость в Боге. Это исповедь, причастие. Этого нигде больше нету. Почему? У нас есть Христос, Который умер за нас. Который нас зовет и спасает. Омывает крови своей причистой. Не, ну я просто спортом занимаюсь. Если я буду поститься, у меня же не будет энергии. Ну хорошо, ладно, вы не постичьтесь. Будете сильный. Ну а куда все? Корм червям. Больше никуда. Эта жизнь как одно мгновение пролетит. Мне вот уже, мне вот 10 июня в этом году будет 80 лет. А я как будто вчера еще мальчишкой бегал. Все. Да ладно, мне есть что вспомнить. Я за Христа там в тюрьмах был. То другое страдал. Много ездили, проповедовали. А человек не вер еще ничего не покажет. Лежал пьяный. Сегодня пьяный, зато драный. Еще и нету. Не, я не пью вообще. Знаете, Христа, можно добавить? Можно я вам добавлю немножко? Вот я сам люблю дрова колоть очень сильно. Сам деревенский. Я вам скажу, что я соблюдаю та же великий пост. Вам же не горят, что вообще не есть, не пить. А то есть принимайте постную пищу. И молитесь, Господь вам даст силы. Я спокойно в течение дня... Я еще это... Я не ем сахар вообще в любых. Ни в хлебе, нигде. Правильно и делайте. Да, ни хлеб не ем, потому что сейчас все с сахаром я не ем. А хлеб почему не едите? Он укрепляет сердце. Потому что он с сахаром тоже. Там рафинированный сахар везде. Сейчас везде добавляют сахар. А зачем они добавлять будут сахар-то? Зачем это делать-то? В хлебе сахаром? Надо у них спросить, зачем они это делают. Да нету в хлебе сахара. Вы можете отдельно мухи взять и лепешку состряпать. А, ну это если сам готовить, тогда да. А в магазине все с сахаром. Ну какой там доля сахара? Сахар-то намного дороже, чем пшеница. Что бы ради они добавляли-то? Это им не выгодно. Это обман. Это идёт как сахар же, как подсластитель. С этим вкуснее, чтобы люди покупали. Это же всё деньги, бизнес. Да нет, обыкновенный хлеб там ничего нет. И чёрный хлеб берите. Там крошки сахару нет. Ну, если почитать состав, там есть сахар. Ну, ладно, даже есть сахар. Ну и что теперь, без хлеба жить? Нет, ну я ем хлебцы ржанами. Там нет сахара. Вы знаете, Иван Поддубный кто был? Да. Где он? Он же умер. Вот тут и оно. Написано, весь мир приобретёшь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь? Или дальше. Телесное упражнение мало полезно. А благочестие на всё полезно. Это Библия говорит, что вот это, что вы занимаетесь спортом, это мало полезно. Хотя это не бесполезно. Но если большой спорт, это убийство. Вот возьмите Черепана Полёша. Прямо на стадии на этом, на ледяном поле скончался. А он в самой перспективной команде был. Почему? Сердце не выдержало. Вот так. Берегут себя. Был Гагарин, нет Гагарина. Был Королёв, нет Королёва. Ну, кого не возьми. Где? Все умерли. Человек в раю согрешил, Адам и Ева. Из-за этого согрешения уже умерло больше ста миллиардов человек на земле. За семь с половиной тысяч лет. Вот что значит грех. А Христос пришёл, все грехи мира взял на себя и умер за нас. И веруя во Христа, мы имеем жизнь вечную. А человек, а я не верю. Ну, не верю, она ничего не даёт, кроме безобразия. Раз не веришь, значит, суда Божия нету. А суда Божия нет. А милиция, она бывает и подложная милиция, оборотни. Бери, хватай. Одни воруют, другие за ними гоняются. Вся жизнь на этом. А когда ты с Богом живёшь, у тебя великая цель – Бога прославить. Душу свою преобразовать в образ, который Бог дал. Всё по-другому. Ну, вот сейчас столько всего происходит, что некоторые люди уже и не верят. Да не некоторые, а те, которые живут во грехе, они и не верят. Написано, делающее добро идёт к свету, дабы явно дела были. А делающее зло не идёт к свету, ко Христу, чтобы не были дела его известны. Вы же в курсе, что было в Новой Зеландии? Ну, конечно, там уже 49 человек умерло. Расстрелял. Как такое запустили? Это Бог знает. Вопрос не к человеку, а к Богу. Ну да, но как такое вообще? Как такое? А до этого было как такое? Как тут он, простите, щекотило Андрей, сколько убил? 78 человек только. Так ещё сколько не найдено? Ну ещё. А как этот в Кунцево, там где в парке, пробивал голову каждому, веточку вставлял? Сколько их таких? А что наделал Гитлер? А что наделал Сталин? Речь идёт о миллионах, о миллионах людей. Они умерли, всё теперь, пошли на суд Божий. Теперь отвечать будут за всё. А там убитые ими воскреснут, и они будут свидетельствовать. Там смерти нету. Они скажут, за что ты меня убил, за что? Во время перестройки в России, вот сейчас время перестройки, за 20 лет, убит овощеве матери 120 миллионов младенцев. Это что, нормально? 120 миллионов. Это государство большое. А мы живём нормально, всё, обнимаются, целуются. У русских на семью в среднем 1,8 ребёнка. А у мусульман 8,1. И кто тут будет жить на этой земле? Чё тут непонятно-то? Без Бога нет ничего. Прогласен. Конечно. Жить для Бога, жить с Богом. Вот это вопрос. Каждый день считаешь Слово Божие. Встаём всегда в 4.40, молимся, благодарим Бога. Сегодня мы были в храме. Сейчас отдохнём, завтра утром рано опять в храм Божий. И всё на месте. Сколько радости, какой хор, какая проповедь считается Яна Златоуста. А после этого у нас общая трапеза. Собрание идёт, потом трапеза, а потом занятия. И всё вы это найдёте на нашем канале, во Свете Библии. Мы всё снимаем. Мы не склеиваем, никаких вырезок не делаем. Прямо вот как сейчас с вами разговариваю, вот так всё и стоять будет. Понял. Вот придёте на наш канал, и вы сами себя увидите, скажут, вот это я. Ну, если вопросов нет, мы расстаёмся с вами. Да, хорошо, спасибо. Во славу Божию. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...